Местом проведения приёма, а также прямой телефонной линии членом Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, главным врачом Брестской клинической больницы Александром Корпицким уже не впервые стала главная редакция областной газеты «Заря». И это обусловлено объективными причинами. Вы же знаете ситуацию с пандемией, она всех волнует. Люди всё равно звонят по разным вопросам, куда обратиться, где вакцинироваться, какие вакцины, какая ситуация в больницах. Вот эти все вопросы, они постоянно поступают в редакцию, поэтому как минимум раз в год мы такую прямую линию с главврачом областной нашей клинической больницы проводим. Тем более он ещё и член Совета Республики, поэтому как сенатор отвечает и на другие вопросы граждан. Поэтому мы проводили и будем проводить такие традиционные прямые линии. В функции депутатов и палаты представителей и Совета Республики входит общение с жителями того округа, того участка, которого он избирается. Конечно, учитывая то, что я работаю главным врачом Брестской областной клинической больницы, большая часть вопросов касается медицины. Вопросы иногда неправильных постановок диагноза, иногда вопросы госпитализации, иногда оформления на МРЭК, присвоение группы инвалидности. Примерно половина, может большая часть этих вопросов медицинских мы решаем, как я говорю, сходу. Действительно, обрещание жителей Каменецкого района интересовались разрешением спорных ситуаций, вопросами личного характера и местного значения. Однако, не только в медицинской сфере. Обращения поступали непрерывно, но ни один вопрос не остался без ответа. Интересовали граждан и планы развития Брестской областной клинической больницы, а также закупка современного оборудования. Ведь за год её пациентами становится до 36 тысяч человек. Сейчас проводится конкурс, я думаю, где-то 2-3 месяца мы приобретём эмиссионный томограф. Это томограф, который предназначен для радиоизотопного исследования организма, органов организма. Из такого, из большого оборудования. Кроме того, мы вступили и начали ремонт одного из отделений, отделения через лицевой хирургии. Планируем в этом году, возможно, в начале следующего года закончить. Мы проводим ремонт четвёртого этажа консультативной поликлиники, о которой я говорил. Мы заканчиваем ремонт двух стоматологических кабинетов, поменяли там оборудование. Мы на месте не стоим. Всего на горячую телефонную линию обратилось порядка 10 человек. Двое получили разъяснение по тревожащим вопросам в ходе приёма граждан. Продолжение следует...